В Верхней Волжье в 2022 году при поддержке регионального бюджета будут реализованы новые проекты в сфере туризма. Такое решение приняло правительство Тверской области. Причем на сей раз речь идет не о привычных нам стационарных отелях на десятки и сотни номеров. Подробности у Романа Быкова. По мнению главы региона, развитие туризма – это инвестиции в региональную экономику. Поддержка оказывается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на создание достопримечательностей и соответствующей инфраструктуры. Причем поощряется возведение не только классических отелей. С марта текущего года финансовую помощь по региональной программе можно получить и на создание глэмпингов, а также кемпингов. Самое главное, что это будет доступно и молодежи, и студентам, и молодым семьям, потому что гостиница достаточно серьезных стоит денег. Мы тоже видим, что это такая индустрия сезонная, а глэмпинги – это стоимость у тебя гораздо значительно ниже. Причем, если понятие кемпинг всем уже давно известно, то глэмпинги только завоевывают свою популярность. По сути, это палаточные лагеря, но по факту отдыхающие проживают в просторных шатрах, оборудованных электричеством, кондиционерами и даже вай-фаем. В глэмпингах есть стационарные туалеты и душевые. И теперь в Тверской области региональные власти запускают новую волну распространения таких объектов. Начнут с одного из популярнейших среди туристов муниципалитетов. Это Конаковский район, где, собственно, будет происходить начало развития этого проекта. Должно все быть реализовано до середины августа, основная часть, и уже дополнительные объемы будут делаться вплоть до ноября, чтобы уже зимний туризм, когда люди будут приезжать, покататься на лыжах или в наш регион, или привести зимние каникулы, то, возможно, такая остановка в глэмпинге. Напомним, что при поддержке правительства России Тверская область получила 350 миллионов рублей из федерального бюджета на создание модульных средств размещения. Предусмотрено софинансирование из регионального бюджета. Кроме того, с текущего года увеличен предельный размер субсидий с 1 до 1,5 миллионов рублей для обустройства таких объектов. Компании-получатели определятся по итогам конкурсного отбора. Всего в текущем году планируется развернуть 240 модулей на 480 мест.